В казахстанской системе госзакупок произойдут изменения. Соответствующий закон уже приняли в Мажелесе и направили в Сенат. Согласно новой редакции, ожидается, что не будет затяжных сроков проведения процедур, упростят механизм обжалования закупок и внедрятся новые институты. О том, как поправки отразятся на отечественном бизнесе и решить ли это системные проблемы, разбиралась Дельнасна Секенова. Действующий закон о государственных закупках был принят в 2015 году. Буквально накануне Мажелес во втором чтении одобрил его в новой редакции. А все потому, что сфера закупок не раз подвергалась критике и вызывала бурные споры. Документ с поправками разработали согласно поручению главы государства. Ведь сам президент говорил о долгих сроках проведения процедур и недостаточной прозрачности. А по словам мышлесмена Булатпека Нажмедзинова, продолжают неэффективно тратиться государственные деньги. В 2023 году из 6 трлн 600 млрд тенге объема госзакупок доля закупок способами из одного источника составила 1 трлн 600 млрд тенге. Или 25% от общего объема. Специально для этого правительством определены 129 эксклюзивных поставщиков из квазисектора. Получается, в нынешней экономике мы до сих пор без конкурентной среды, без участия в добросовестном бизнесе. Распределяем трлн тенге государственных средств решением группы и руководителей. Так, согласно новому документу, сокращен срок проведения конкурса по госзакупкам с 2 до 1 месяца. Также упорядочим процесс закупок из одного источника. Кроме того, в планах внедрить рейтинг потенциальных поставщиков. Институт общественного мониторинга усилит ответственность поставщиков за срыв сроков и ненадлежащие качества работ. Также появятся ЕПС-контракты работы строительства под ключ. Проектирование строительства, строительно-монтажных работ, технический надзор, это будет даем возможность одним организациям проводить. То есть, тем самым, мы считаем, что, во-первых, строки строительства, потом качество этих строительств. То есть, все-таки, будет, наверное, я думаю, должно быть выше, потому что все, есть кого спрашивать, и все будет в одних руках. То есть, мы решили вопросы одного источника. Если раньше в конкурсе или в тендере участвовала только одна компания, то считалось, что конкурс не проведен, надо было повторно объявлять конкурсы, по новой проводить. Это занимало, опять же, большое количество времени, там, несколько месяцев. Теперь, если даже одна заявка будет поступать, то конкурс считается состоявшимся. Кроме того, предельные объемы работ, передаваемых на СУП подряд, снизились с 50 до 30%. Также упрощен механизм обжалования закупок. Если раньше профессиональные жалобщики, не выиграв конкурс, мешали поставщикам и затягивали процесс, то теперь функция по пересмотру итогов передается его организатору. И сам процесс госзакупок не будет приостановлен. В Минфине отметили, что большая часть норм направлена на минимизацию коррупционных рисков. В проекте закона предусмотрено, что поставщик при подаче заявки не может снижать цену, если говорить про средства дорог, к 3%. То есть от суммы закупки на 3% он не должен снижать. Это первое. Второе. Мы установили требования по наличию трудовых и материальных ресурсов в месте выполнения работы. Следующая проблема, о которой мы озвучили, это почему долго? Потому что это жалобы, потому что это суды, потому что затягивается из-за этого. С принятием нового закона исключаются определенные этапы обжалования и сокращаются сроки и этапы рассмотрения жалоб в судах. Нацпалате предприниматели Атамикен уверены, что новый закон упорядочит процесс закупок и обеспечит прозрачность. Однако, по мнению директора департамента регулируемых закупок Руслана Шукаева, в новой редакции учтены не все пожелания бизнеса. К примеру, последние не согласны с нормой по снижению порога передаваемого объема на субподряд. Есть определенные виды работ, которые превышать будут этот порог 30%. И это будет создавать сложности для поставщика, для подрядчика. Ему надо будет пригодиться нанимать себе сотрудников, включать их в свою смету, своих сотрудников, вот и все. Когда можно было раньше выполнить эти работы путем привлечения субподрядной организации, тех же малых бизнес, которые не могут выйти на самый большой объем, но могут выполнить определенные виды работ по своей специфике. Еще одна новелла. Сельским Акимом разрешат закуп товаров, услуг и работ из одного источника в пределах 15 миллионов тенге. Также планируется дальнейший перевод всех закупок на конкурс с использованием рейтингово-бальной системы.